Я не знаю, наверное, там за последние несколько месяцев только лениво не разговаривал на эту тему, там импортозамещение, что делать, как выживать, потому что, я думаю, еще тем более удивительно слышать тему импортозамещения на DLP-форуме, но мы все-таки позиционируем наш форум не только как DLP, там площадка, где можно обсудить актуальные вопросы ИБ, не только в части средств защитной информации, но и в более широком смысле. И вот сегодня как раз бы хотелось поговорить именно об импортозамещении в целом, как выживать в мире IT с уходом иностранных вендоров, с нашей текущей инфраструктурой, с нашими производственными мощностями, с нашими текущей разработкой. Для этого постарались собрать максимально, скажем, разносторонние точки зрения, тут представители и заказчиков, представители производителей, именно и оборудование, и средств защитной информации. Давайте представлю, как Дмитрий Григорович, руководитель профессиональной безопасности АО «Элементы». Дмитрий Дворцов, директор по развитию бизнеса компания «Базис». Александр Бакулин, коммерческий директор «Ядро». Алексей Киселев, руководитель отдела продаж клиентов малого и среднего бизнеса «Касперский». Павел Луцик, директор по развитию бизнеса и по работе с партнерами. И Роман Лопатин, заместитель руководитель продаж «Код безопасности». Коллеги, давайте начнем. Я буду задавать вопросы конкретным людям, но коллеги, у кого есть дополнительные комментарии, можете спокойно присоединяться. Александр Павлович, я думаю, будет, как второй год в ведущей сессии, скомментировать со всей любовью и пониманием вопроса. Александр Павлович Баранов, второй год в ведущей сессии. Очень приятно. Насколько я помню, какой эти кафедры в высшей школе экономики и профессиональной безопасности? Да, был когда-то раньше. Уже с высшей школой экономики все закончено, как оплотом этого самого либерального движения. Со всей школой экономики или с кафедры только? Нет, нет, с кафедры информационной безопасности, по крайней мере, с моей. Ну, тюрьму стряков можно брать спокойно. Давайте начнем. Первый вопрос будет Александру Бакулину. Александр, ответьте, а вот насколько вот именно у нас же ГЦ рынок и Б, да, это ГЦ правооспечения, но очень много средств реализуются на аппаратных платформах, а в том числе наши регуляторы требуют, чтобы у нас не только по области сертифицированного, но и в том числе аппаратное обеспечение для него. Вот сталкивались вы с этим вопросом? Приходили ли к вам уже какие-то разработчики на эту тему, вендоры? Что вы сами думаете по этому вопросу? Ну, мы сталкивались с этим. К нам приходили некоторые заказчики, которым требуется оборудование сертифицированное по ряду направлений, ну, по ряду требований информационной безопасности, по ВСТЭКу. Традиционно сертификация оборудования выполняется, ну, там, некими партнерами, которые в основном строят решения, которые знают специфику работы с ВСТЭКом, с ФСБ-восьмеркой и так далее, и так далее. Мы же, в свою очередь, создаем, проектируем, производим оборудование общего характера, которое подходит для любого корпоративного ЦОДа и которое может быть сертифицировано по требованиям информационной безопасности. Тут с нами присутствуют коллеги из компании «Базис», поскольку в одном из направлений по части сертификации именно они являются лицензиатным заявителем. Я думаю, что здесь правильнее будет передать слово «им». Поэтому как бы в практической плоскости, в случае необходимости, наше оборудование может быть сертифицировано с учетом того, что конструкторская документация, принципиальные электрические схемы, разводочные гербер-файлы находятся у нас. Все, что касается системного ПО, который обеспечивает работу аппаратуры, находится у нас. Интеллектуальные права принадлежат нам. Поэтому вопрос именно в постановке задачи и в коммерческой применимости. Если заказчику требуется сертифицированное железо, этот вопрос можно решить. Александр, все внутреннее ПО тоже в вашей разработке? Что? Все внутреннее ПО, ну, микро-коннагицы, прошивки и прочее, это все ваши разработки? Да, да. Вот мы там, те продукты, которые мы разрабатывали от начала и до конца, там, в частности, с коллегами речь пойдет про систему хранения данных Татлин. Вся логика того, как система хранения данных пишет данные, хранит, защищает их, обеспечивает избыточность и прочее, прочее. Это все написано нами. Еще раз повторюсь, у нас есть аппаратная разработка, это большой стек R&D, есть программная разработка, которая пишет внутреннее ПО, системное ПО. Все принадлежит нам, IP-права принадлежат нам. Досмотреть можно до последнего бита-байта, до любого слоя материнской платы, либо какой-либо другой платы, входящей в состав продукта. Александр, а можно спросить, а как вот, ну, приблизительно, конечно, вы как коммерческий директор точно знаете и приблизительно себе представляете, это уж я в этом абсолютно уверен. Насколько все-таки вот сертифицированное по безопасности решение стоит, во сколько раз точнее, стоит по сравнению с, так сказать, общеупотребительным несертифицированным решением? Вот по вашему опыту. У нас этот опыт сформируется первый раз в этом году. До этого мы продавали несертифицированное по требованиям в стек или ФСБ оборудование. Поэтому здесь вот мы с коллегами идем первый раз по этому пути. Когда мы его пройдем, сейчас коллеги расскажут про статус, в котором находимся, и выйдем в рынок, тогда и будет сформирована какая-то определенная позиция. На текущий момент продажи в коммерческий рынок сертифицированных решений равны нулю. Ну, с точки зрения там со стороны нашей компании. Поэтому мы еще не начали этот путь. А железо вы тоже продаете, да? Так это основа бизнеса нашей компании. А, то есть железо вместе с ПО, да? Мы продаем железо. Мы продаем железо, соответственно, как-то прикладным софтом занимаются партнеры. Системное ПО, которое обеспечивает, собственно, саму работу серверов и систем хранения данных, является неотъемлемой частью железки. Ну, там, как бы ее нельзя разделить. Вы же, когда покупаете автомобиль, не задумывайтесь о том, какое программное обеспечение стоит в микроконтроле для автомобиля. Оно там есть? Безусловно. Его написали? Да. Можно ли его купить отдельно? Нет. Будет ли оно работать с другой машиной? Нет, не будет. Это, ну, как бы единое целое. Железо плюс системное ПО, микрокод. А заводик где? Что? А заводик где? Заводик в 15 километрах от Москвы по направлению на восток. Это текущая локация. Там она занимает 3,5 тысячи квадратов. На ней у нас запущен конвейер. На ней у нас запущена, на этой локации в технопарке «Лидер» линия поверхностного монтажа SMT. То есть мы весь поверхностный монтаж уже делаем сами и не обращаемся к сторонним партнерам. А где будет заводик, собственно, тоже небольшой секрет. В особоэкономической зоне Дубна с прошлого года идет стройка завода на 42 тысячи квадратов на текущий момент. Строительная готовность высокая. Мы уже устанавливаем разгрузочные арки для установки крыши. В декабре этого года будет первый визит большой комиссии, в рамках которой, соответственно, посетителям, гостям будет показан работающий завод с первыми запущенными линиями. Безусловно, к этому моменту еще не все линии, которые мы заказали, будут смонтированы какие-то, будут уже установлены, какие-то будут монтироваться, какие-то еще будут долетать. Но степень готовности высочайшая. То есть 42 тысячи квадратов такого завода, такого плана или завода полного цикла на территории Европы больше нигде нет. А многослойную платку тоже вы будете делать? 12-15 слоев, как у нас принято? Ну, у нас принято немножко пожестче и побольше в наших продуктах. Значит, все, что касается печатных плат, да, будет производиться на этом заводе. Соответственно, все, что касается самой платы, цех кислотного отравления дорожек, гальваника, все очистные будут стоять, будут стоять линии поверхностного монтажа совершенно другого класса и совершенно другой производительности. Ну, то есть, как бы, если перевести на какие-то там привычные цифры, то это примерно где-то один миллион корпоративных устройств в год или там 200 тысяч серверов в год. Понятно, что мы там будем производить все свои сервера, все свои СХД. Когда выпустим сетевое оборудование, будет сетевое оборудование там производиться. И то, что касается клиентских систем, персональных компьютеров, моноблоки, планшеты, ноутбуки, с следующего года будут производиться там. А вы знаете, что у Майкрософта, между прочим, только четыре слоя. А вы знаете, что очень трудно сделать четыре слоя? Все норвят сделать 12-15 слоев, потому что это гораздо легче спроектировать. А четыре слоя очень трудно, но это гораздо надежнее. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Наверное, нужно передать слово партнерам по информационной безопасности, да? Ну, я понимаю, Александр, это Дмитрий. Да, Александр, я тут немножко скорректирую. Действительно, мы вместе с коллегами из Ядро формируем единый программно-аппаратный комплекс, в частности, хранилище для среды виртуализации, сопутствующие обвязки. Соответственно, на оборудование Ядро будет устанавливаться программное обеспечение от компании BASIS, которое будет позволять обеспечить самостоятельное блочное хранилище с модулями защиты. То есть у нас есть отчуждаемые модули, которые можем ставить на аппаратные платформы и таким образом создавать полноценное хранилище. Опять же, у компании BASIS есть своя сапферная обвязка, которая позволяет создавать гиперконвергентные кластеры. Опять же, используя оборудование нашего технологического партнера Ядро или сопутствующие оборудования на x86 архитектуре. Ну и дальше есть модули построения виртуализации разных видов. Если будет возможность, я готов подробно. А вы, небось, в озеро данных хотите податься с этими самыми десдокерами еще к тому же? Ну, в озеро данных это, наверное, немножко не наш рынок. Есть несколько, скажем так, вендоров, которые этим занимаются. В частности, наши продукты – это динамическая инфраструктура, ну, как элемент из этого, если мы говорим про докеры, да. И там конвейеры по производству приложений у нас в составе решений присутствуют. Ну и базовые вещи, там, гипервизоры на основе разных модулей КВМа. Ну и VDI, все по классике. Соответственно, здесь, конечно, такая, типа, небольшая минутка рекламы, но здесь вопрос в том, что мы с точки зрения Ядра и с точки зрения партнеров как раз и ушли в бизнес с того, что мы закрываем все виртуальные слои при построении IT-инфраструктуры. Ой, да все или... Ну, скажем так, софтверные необходимы для построения IT-инфраструктуры. Если все говорите аппаратную часть, то вы здесь меня абсолютно... Это даже не аппаратная, да даже не аппаратная. Ну, взять докеры те же самые, направо и налево. Почему они так популярны у народа? Потому что в режиме root все. А если режим root, значит, информационных запасов нет. А вот здесь, смотрите, здесь как раз инструментарий наших продуктов позволяет автоматизировать выдачу контейнера, выдачу отдельных контуров защищенных. То есть здесь фишка продукта, которую мы разрабатываем вместе с Ядрой, будем выпускать на рынок, о том, что это будут два абсолютно независимых контура, то есть есть контур хранилища данных и есть отдельный защищенный контур, допустим, для специальных приложений или закрытых систем. То есть ничего подобного, скажем так, отечественных аналогов на текущий момент не производится. Это вот некий формат нашего уникального предложения, вот совместно с партнером. То есть Microsoft вы извели? Ну, здесь, наверное, не стоит говорить… Я думаю, количество обновлений, которые выходят каждый день от Microsoft, говорят, что да. Ну, здесь как бы сложно в эту плоскость переходить. Здесь вопрос больше в том, что есть некие требования рынка, мы смотрим, соответственно, с этими требованиями, выпускаем модели программного обеспечения, соответствующие запросу. А Oracle извели? Что еще раз? А Oracle извели? Понимаю тяжесть вашего вздоха. Есть провокационные вопросы, на которые… Как же, мы тут для этого собрались. А что вы так просто разговариваете? Ну, здесь Oracle – это не совсем наш рынок. То есть, как вы сказали? Мы двигаемся в сторону аналогов в MWAR, при построении виртуальной инфраструктуры, аналогам OpenShift, Kubernetes, разные модули управления. Но Oracle – это такая, скажем так, интерфайзовая вещь, которая закрывает значительно больше вопросов, чем какие-то сегменты с точки зрения виртуальной инфраструктуры. Ну, то есть Postgres. Вы называете вещи своими именами, не стесняйтесь. Что у нас есть-то? Linux да Postgres. Ну, вы так и говорите. Взяли Linux, отпатернизировали. Postgres – это реляционная база данных, и это ближе к Oracle. У нас нереализационная база данных, у нас гиперконвергентная инфраструктура с точки зрения виртуализации. То есть, это контейнеризация, динамическая инфраструктура, КВМ в разных итерациях гипервизора, и были у нас модули OpenStack, от которых мы постепенно отходим в сторону гипервизора первого типа. Ну, ладно, мы потом поговорим отдельно. Коллеги, наверное, у меня в ходе ответ, точнее, ответ на вопрос возник так в новый вопрос, даже немножко вне тематики. Действительно, при разработке ПО используют достаточно много сторонних компонентов. А вот как вы сейчас справляетесь с тем, что поддержка open source, какие-то западные компании от этих сторонних компонентов ушли? Вот тут я даже не знаю, вопрос, наверное, разработчикам больше там. Роман, давай начнем с тебя. Да, правильно, того же VMWARP не будет уже. Я же не только про VMWARP, я говорю даже про open source. Полно, а КВМ тоже не будет. Правильно ли я понял, используем ли мы проприетарное ПО либо open source, при разработке и кодировке, например. Да, ну, проприетарное меньше даже, я понимаю, что от этого раньше начали уходить. Я больше имел в виду open source, у которого, скажем, была корпоративная поддержка, были сообщества какие-то, что там с open source, все же знают, что происходит сейчас в том числе. Нет, сейчас на самом деле, да, действительно, отчасти это что-то самописное, отчасти это open source история, да, это, ну, собственно говоря, какое-то вот слияние чего-то обобщенного, да, с чем-то уже кастомизированным, потому что у каждого разработчика свои задачи. Есть требования в стек к разработке, относительно недавно появившиеся, да, и к продукту, который мы производим, и к самой разработке, да. Есть ветка отдельная, это DevSecOps, да, где тоже учитывается этот момент. Но мы в этом плане стараемся все-таки уходить на сегодняшний момент ближе к каким-то именно проприетарным, чистым с точки зрения кода, более, ну, не респектабельным, как сказать, продуктам, программному обеспечению, которые в меньшей степени открыты и в меньшей степени компрометируемо, да, потому что когда ты берешь под разработку какой-то приклад, да, что в нем внутри, непонятно, да, выдаст он тебе что-то на гора, в тотале и в продуктиве тоже непонятно. Поэтому мы смотрим на те инструменты, которые позволяют делать именно не какой-то там произвольный исходный код, а именно что-то хорошее и качественное, да, под каким-то, ну, условно определенным брендом, да. Ну, называть я их не буду, но open source сейчас, он очень массово популярен, но в то же время он, как показывает практика, небезопасен, да. Ну, коллеги, да, вот мы так знаем, что, конечно, главная проблема не в операционке, конечно, что там операционку на третьем курсе на ВМК пишут в качестве этого самого курсовой работы, только она потом ни с чем не работает, вот вся проблема, да. И главная проблема же это вот в этом безбрежном прикладе. Ну, известно, что приклад под Microsoft писан там в сотню раз, говорят, больше, чем на Linux, оценки разные, микрософщики говорят, что в тысячу, Linux говорят, что в десять раз меньше, чем у них, ну, где-то, видимо, есть на посередине, раз в сто, вот. А как вот вы обходитесь с прикладом? Ну, с тем же самым каким-то фотошопом, там еще другими, так сказать, продуктами, более интересными, так сказать, не просто фотошопом, отечественные есть, нет, приклад. Павел, вы все-таки рисуете свои сертификаты стэков в фотошопе, да, я догадывался. Не, ну, если повернуть так вопрос. Не, про фотошоп ничего не скажу, но могу поделиться опытом CryptoPro. То есть еще лет пять назад у нас почти все продукты, сервенные, по крайней мере, были под Windows. Но на одном из Роскриптов, в том числе с участием Александра Павловича, была дискуссия, где обсуждалось, готовы ли российские разработчики свои, как минимум, сервенные компоненты, точнее, как максимум, перевести, в том числе на поддержку российских операционных систем, AstroLinux, Altlinux, Retos. И встал вопрос, сколько это будет стоить. Наш коммерческий директор Юргенович Маслов даже озвучил, что перевод стоит около миллиарда рублей, например, удостоверяющего центра CryptoProC, например, на AstroLinux. И вот уже несколько лет мы все наши продукты дорабатываем, чтобы они имели поддержку отечественных операционных систем. Мы конкретно остановились на AstroLinux, поэтому клиентские поддерживаются уже давно, компоненты поддерживают отечественные операционные системы, сервенные компоненты. До конца этого года, максимум, первый квартал следующего года также будут поддерживать отечественную AstroLinux. А новый продукт, который мы только начали разрабатывать, например, CryptoProArchive, они изначально разрабатываются, проектируются под, в том числе, поддержку российских операционных систем. Если говорить про open source, то его мы используем по минимуму, и надеюсь, что в ближайшее время тоже от этого уйдем. А все компоненты программные, которые изменяются open source, они поставщики российские или нет? Вот у нас не будет такой же проблемы, понятно, что с оборудованием у нас сейчас, а вот именно программные компоненты. Из операционных, которые не отечественные, там условно не AstroLinux, это наш шлюз CryptoProArchive, который использует урезанный Debian, пока еще его. Но это единственный продукт, который пока вот на неотечественных операционных системах. А вот скажите мне, пожалуйста, это все очень хорошо, то что вы говорите, да, но поэтому вы же предполагаете, что обыкновенный пользователь на кухне возьмет, так сказать, Linux, поставит его на свой компьютер и будет CryptoPro, значит, эксплуатировать на этом самом Linux. Но ведь жизнь-то, к сожалению, пока еще совсем другая. Направо и налево стоит и Microsoft, да в основном Microsoft, что там говорить, да? Вот. И туда он пытается поставить, естественно, CryptoPro, если хочет подписать, или если хочет там подшифровать, подшифровать малость. Помнится, мы боролись с вами вместе за сокращение времени, а также простоту постановки вашего продукта на обычный бытовой компьютер. По-моему, достигли 40 минут или 45 минут. То есть берешь, даешь эту самую установочную, ну, дискету, или, значит, это включая что-то с жене или девушке, она, значит, за 45 минут должна поставить. Все-таки я так не вижу улыбок в зале, потому что это, конечно, вызывает улыбку, потому что девушка не подготовлена, конечно, за 45 минут не поставит. И как вот сейчас все-таки удалось достигнуть прогресса в этой области? Александр Балович. Это просто качество наших отечественных импортозамещающих продуктов, в частности, в данном случае, по безопасности. Насколько они хороши, насколько они легки в использовании, насколько они удобны. И, к сожалению, вот по всем предыдущим параметрам я могу сказать только букву «не». Пару букв «не». Ну, просто для сравнения, количество сотрудников нашей компании, 180 человек, помещается на двух этажах бизнес-центра в Москве. И мы обслуживаем всю Россию. У нас нет ни единого офиса в каких-то регионах. Два этажа в бизнес-центре в Москве. Если бы это было 40 минут установка и настройка, и пользователей таких у нас миллионы в нашей стране, то, я думаю, что нужно было не 180 человек, а 1180 человек. Это так, немножко отвечая на ваши вопросы, наверное, Александр Павлович… Ну, то есть улучшили. Углубили. Ну, как? Улучшили. Более того, я скажу, что если зайти на сайт госуслуги.ру слэш браузер, то можно скачать даже совместный дистрибутив Яндекс.Браузера с CryptoPro CSP, что также облегчает жизнь обычных пользователей. Потому что многие используют CryptoPro CSP в связке с браузером. Яндекс.Браузер сейчас стандарт де-факто из отечественных браузеров. Поэтому можно его скачать, совместный дистрибутив за две минуты установить, также быстро настроить и пользоваться. Поэтому, да, улучшили, улучшили существенно. А супруги свои пробовали эту процедуру, значит, предложить сделать? Моя супруга в прошлом главный бухгалтер, она с этой процедурой сталкивалась почти каждый день. И было все прекрасно. Понятно. Она была главным тестером. И когда узнала, что... Неудачный пример привел. Неудачный. Алексей, а у вас что с зависимостью от компонентов программных? Ну, я не представляю разработку лаборатории Касперского. Скорее, другое подразделение. Поэтому могу сказать, что по тем роудмапам, которые до нас доводятся, смею предположить, никаких затруднений наша разработка не имеет в настоящий момент с тем инструментарием, который используется, потому что продукты развиваются активно и каких-то сложностей в этой части до нас не доводилось, и мы ее не видим со своей стороны. Что мы видим? Мы видим, что со стороны разработки в свете последних событий поменялись действительно акценты. То есть, если раньше у нас всегда передовые продукты, это были продукты на Windows-платформе, весь обновленный функционал выходил всегда сначала под Windows, и системы под Linux, они всегда оказывались в роли догоняющей. То сейчас мы видим, что на самом деле акценты со стороны разработки переместились, переместились на, соответственно, линуксовую часть, и здесь мы не только как бы успешно догоняем тот функционал, который был под Windows, но и какой-то новый функционал, новые решения, которые выходят, они зачастую чаще выходят именно на уже под отечественные платформы. Если брать нашу там систему CM, то по сути она работает на кликхаус отечественной базе данных, она работает под Linux, и, соответственно, там уже в последних наших разработках подобных подводных камней не закладывается. То есть антивирус для Севастополя вы сделали? Безусловно, он всегда пользовался нашим антивирусом. Ну да, но это все-таки такая одна из востребованных, по крайней мере, в специальных структурах версия, поэтому вот, и когда-то, я помню, мы сталкивались с тем, что не хватало как раз антивируса. А вот скажи, еще такой вопрос, он малоприятный, к сожалению. Когда еще начиналась аттестация и сертификация антивируса Касперского, выяснилось, что там здоровенный кусок то ли финский, кажется, финский был, да. И вот к нему, так сказать, было много вопросов, потому что не совсем было ясно. Его переписали полностью? Ну, судя по тому, что практически все наши решения наиболее используемые имеют сертификацию в СТЭК, ФСБ, Министерство обороны. Думаю, этот вопрос благополучно снят. Понятно. Спасибо большое, Алексей. А у меня, наверное, будет следующий вопрос к Дмитрию Григоровичу, как человеку, представительную, уже заказчика компании, которая уже, скажем, некоторое время живет в режиме импортозамещения, даже до всех событий. Вот хотелось бы там, Дмитрий, сказать про опыт этого импортозамещения. И так ваше пожелание всем здесь присутствующим, как разработчикам, что бы вы хотели от них? Может быть, даже что-то конкретное, прямо уже сегодня, сейчас. Хороший вопрос. Что вы можете пожелать тем, кто делает вам программное обеспечение? Делайте его уже быстрее. Потому что на самом деле, как бы, как говорится, ну вот мы с вами обсуждали, да, в переговорочке о том, что на самом деле вопрос по импортозамещению, это у нас сейчас вроде бы возник как-то вот остро, явно и так далее. На самом деле вопрос-то возник еще, наверное, года два назад, когда вот этот указ президента, который, чтобы быстренько всем на импортозамещение перейти, все потирали ручки, говорили, ну вот сейчас его подпишут, сейчас подпишут, вот как только подпишут, мы сразу начнем что-то клепать. И допрыгались до того, что вот сейчас как бы его подписали, а клепать-то уже как бы поздно, его уже надо выпускать в продакшн. И получается, что мы сейчас работаем с тем, что мы работаем. Вот когда Николай сказал, что как бы там живем в таком формате, да, там с 20-го, с 19-го года мы начали превентивно покупать только отечественные продукты для защиты информации. Мне вот все говорят, ну вот как был, и как у тебя этот зоопарк? А он всегда был, есть и будет зоопарком. Я ни разу не видел, чтобы, так скажем, продукты ПИБ у кого-то стояли одного производителя. Ну покажите мне, где есть СЕМ-циски, антивирус-циски, межсетивик-циски и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы, ну, такого никогда не будет. И самое главное, вот как бы та моя боль, которую я постоянно говорю, да, ребята, надо просто прийти к одному пониманию ситуации. Жизнь уже не будет другой. Вот есть люди, которые говорят, ну пройдет сейчас вот два, три, четыре месяца, полгода, и как бы все станет нормально, все станет, вернется на круги своя, начнем нормальный рвот. Не будет этого. То есть в принципе, да, вот простейший пример, то есть не так давно мы столкнулись с тем, что облачный офис Microsoft 365, он просто перестал принимать ключи, за которые было честно заплачено. Но вы готовы доверять человеку, который вас хоть раз кинул? И то же самое здесь, то есть вариантов у нас нету. Мы вот как бы, как говорят, попала собака в колесо, пищи, ну беги, тут уже без вариантов. То есть у нас нет вариантов других, кроме как поддерживать отечественного производителя с точки зрения импортозамещения. Вопрос в другом, что все это долгое время мы считали так, что у нас там? Ну вот отечественное, оно сыроватое, конечно, надо же, блин, там как-то вот с этим возиться, это надо давать обратную связь производителю и так далее, и так далее, и так далее. Я вот сейчас возьму чекпоинт, поставлю его и радостно и трепетно он работает, да, но вот сейчас вот могу сказать не про чекпоинт, могу сказать, что у меня в двух дочерних зависимых компаниях межсетевые краны импортного производства превратились в кирпичи. Ими сейчас можно только гвозди заколачивать. То есть и вот начинается вот это, хватает вокзал, мешки отходят, да, что вот это вот. Страшное дело, когда коммутатор циски в Ростелекоме превратится в кирпич. В Ростелекоме не превратится. А почему это? А он без питания, да? Потому что там был правильный, они все обрезаны. Ну, с другой стороны, знаете, я был на одном предприятии, я говорю, слушай, а вот как у тебя на входе, что он говорит? У меня циск стоит. Я говорю, какая? Он мне назвал модель, а это, знаете, доисторического материализма. То есть там его межсетевым экраном назвать нельзя. То есть и по принципу, вот то, что сейчас Касперский его сделает, да, вот это вот, по принципу не черного списка, а белого списка. То есть вот то, что разрешено, там есть. Все остальное, как бы он в принципе отметает. Насколько это правильно? Ну, да, но с другой стороны, мы же понимаем, что и программа обеспечения морально устарела, да, то есть как бы там и обновление не упускается. И вот сейчас, опять же, да, вот вспоминая не так давно разговор с коллегами, возникает вопрос, ну вот как бы прошло какое-то количество времени, обновление винды все выключили, типа, что делать-то? У нас один особо одаренный говорит, а я вот себе поставил стенд, накатываю там обновление, жду две недели, если нормально накатываю. Законный вопрос, а ты уверен, что маячок стоит на две недели, а не на месяц, на полтора, на два, на три? Ты представляешь, что будет, если это все хрюкнется в определенный момент? Ну, опять же, да, то есть как бы тут. А тогда такой конкретный вопрос. А есть отечественный браузер? Есть желательно доверенный. А? Ну, пусть даже не с таким широким функционалом, а сурезанным. Вот для госорганов, вот все госорганы взять и пересадить на этот самый замечательный браузер. Да еще к тому же, чтобы этот браузер, понимаешь ли, докладывал этому самому администратору и записывал в журнал без возможности изменений, в том числе со стороны администратора, чего и куда, как с этого браузера обращается. Вот можно такой браузер? Кто-нибудь знает? Александр, я, наверное, смогу небольшой комментарий дать, но я боюсь, что это потом опять будет воспринято как провокация. Поэтому, смотрите, действительно, я слышал о том, что существует полноценный отечественный браузер, называется он Спутник, это разработка группы Ростелекома, но здесь, наверное, более подробную информацию, комментарии нужно уточнять у поставщиков, соответственно, у группы компании Ростелекома, в частности, я думаю, что стоит обратиться к коллегам из Ростелекома Солар, потому что пару лет назад были массовые внедрения в госсектор именно этого браузера, он также входил в реестр отечественного ПО, единственное, что вот текущее состояние этого браузера и, в общем, его дальнейшее развитие, я в целом за ним не следил, я знаю, что он есть, я знаю, что он успускался, я знаю, что он внедрялся. Дальше историю... Плохо он внедрялся и вообще, говорят, так и не внедрился, можно сказать, в массовом порядке. Можно тоже небольшой комментарий? Пожалуйста. Еще там, условно, год назад мы молились на Яндекс, на Яндекс, на браузер спутника, потому что он один из немногих, один из четырех, который умеет работать с гостом, но, к сожалению, там несколько месяцев назад он почил, поэтому... Что значит почил? Ну, нет такой компании, которая поддерживает браузер спутника, поэтому... нету... Браузер спутник, да. Да, браузер спутник, все. Поэтому из отечественных остались Яндекс браузер и Атом браузер, который от Mail.ru. Никто не брался сертифицировать браузер от Яндекса. А можно вопрос встретить? А заказчик для этого браузера существует? О! Флестящий вопрос. Вот это как раз тот самый сакраментальный вопрос. Нет, подождите, вы же... Как же нет? Ведь была же Минцифра и был даже заместитель тогда еще не Минцифры, а этой самой... Массовой коммуникации. Да, коммуникации, да. Фамилия Соколов, или нет? Заместитель, в общем, был такой Соколов, он как раз внедрял чуть ли не этот самый спутник. Здесь вопрос в том, что по моей информации он был передан в безвозмездное использование госорганам. То есть здесь вопрос не в том, что компания... А что компания просто разорилась после этого? Нет, компания как раз перед, ну скажем так, перед передачей прав она просто, ну скажем так, бесплатно всем отдала. Нет, подождите, подождите, а поддержка? На самом деле не только с продаж живет компания, в большей степени, как я понимаю, с поддержки, это же основная... Ну вот смотрите, здесь на самом деле вопрос, наверное, больше к органам информационной безопасности, потому что создать продукт и поддерживать продукт это должен разработчик и все его вопросы скорее всего нужно задавать, собственно говоря, в компанию спутник, которая этим занималась. Вот, если мы говорим про там, про полноценное внедрение, то я опять же по моим скудным знаниям, Яндекс в своем браузере использует движок гугловый, поэтому здесь тоже есть некоторое количество вопросов. Именно поэтому я и спросил насчет аттестации. Совершенно право. Коллеги, у меня вот очень интересный вопрос на самом деле. Это очень хороший пример со спутником и то, что Дмитрий говорил. А кто должен быть координатором вот этого движения на импортозамещение? Вот пример спутника, чем он прекрасен? Когда по факту получился некий проект, под который там четко государство поставило техническое здание, но по тем или иным причинам проект оказался пофатически нежизнеспособен. Ну, при условии его... Ответственный у нас, по-моему, по электронике, по электронному по компьютерному направлению в правительстве Чернишенко в том числе по импортозамещению. Ну, в данном случае я там кратко сказал. Я хочу, Дмитрий, по его мнению, кто должен быть понимаем, кто должен выдавать потребности, кто обеспечивает финансирование, как должна выглядеть вот эта, скажем, мотивационная схема, схема постановки задачи, схема принятия, для того, чтобы импортозамещение пошло в нужном направлении, а не как оно шло раньше. Коль, а знаешь, на самом деле вопрос надо... С твоего позволения немножко перефразирую. Ведь мы же понимаем, да, что как бы спрос рождает предложение. А у нас вообще в принципе спрос на браузер отечественный для госорганов, извините, сразу поправлю. Есть? Не знаю. Ах, направляю. Я бы тоже согласился. Здесь вопрос от заказчика. Если есть интересант, то разработчик... Давайте спросим, у Крипто Про оно вообще, говоря, имеет заказчика. Вот недавно ФНС у них заказывала большой комплекс удостоверяющего центра для ФНС, для всех его сотни, так сказать, этих самых отделений по стране. Они разворачивали вот этот огромный удостоверяющий центр. Вот заказчик был и государственный. Но это же заказчик на покупку на изделие, а на окровскую компоненту, на, собственно говоря, то, что и чего еще нет и что еще надо сделать, причем такого большого объема. Ну, потому что браузер, вот все думают, что это ерунда браузер. Ну, попробуй, сделай. Вот такой вот браузер, да, который бы сравнялся с Гугловым, да. Это, к сожалению, у нас нет понимания, что серьезные компьютерные проекты сейчас по сложности не уступают разработке атомной бомбы в 40-х годах по сложности. А считают, что ну что там, сели, написали операторы, понимаешь ли, и потом оттранслировали, посмотрели, вот и чего, и все работает, все очень простенько, да. Все простенько. Вот так очень многие думают. Поэтому ничего и нету. Вот в частности браузера. Так как у вас, вот у вас есть заказчики государственные, которые бы там окры вам ставили, задачи? Можно немножко с другой стороны подойду к этому вопросу? Зачем госорганам нужен российский браузер? Если вернуться в 2016 год, то можно вспомнить, что президент Владимир Владимирович дал всем госорганам указание двигаться массово в сторону российской криптографии. В том числе в интернете, в том числе при взаимодействии между собой, а также с физическими и юридическими лицами. Что значит двигаться в сторону российской криптографии в интернете? Это значит иметь в том числе браузер, поддерживающий российскую криптографию, поддерживающий гост. На текущий момент могу сказать, что в природе существует всего четыре браузера, поддерживающие гост. Кроме Яндекс.Браузера и спутника, это еще интернет-эксплорер, который мы не считаем, и хромиум гост на опенсорсе, который поддерживается нашей компанией. Соответственно, из реальных четырех браузеров, поддерживающих гост, только Яндекс, который, можно сказать, промышленный. И поэтому потребность в этом браузере есть, не в Яндекс.Браузере, а в российском браузере, поддерживающем гост, есть, потому что рано или поздно на российскую криптографию нам все равно придется перейти. И каким-то этот браузер должен уметь работать с российской криптографией. Поэтому я думаю, что в стандартном де-факто в ближайшее время станет либо Яндекс.Браузер, либо какой-то другой аналог. А заказчиком этого браузера, я так думаю, что станет совместно Минцифрой плюс ФСБ. То есть вы все-таки наставите на том, что Минцифра должна быть заказчиком? Однозначно. Это тоже естественно. А у меня тут интересный вопрос к Александру как раз. Александр, на самом деле, бизнес начался достаточно давно, а кто у вас был инициатором, что вы будете произвести отечественное оборудование, будете строить завод, что вас побудило к этому? Это было какое-то госфинансирование, не ОКР, либо это инвестиция. Начиналось все давно, в 2014 году. Уже тогда было понятно, что надо начинать развивать свое направление с точки зрения разработки и создания и производства российских отечественных продуктов. Первоначально компания начала свою деятельность с локализации иностранных решений на базе ОЕМ-контрактов с мировыми разработчиками. Если грубо говорить, на этом мы зарабатывали деньги, тратили деньги на то, чтобы создать отечественный продукт, потому что риск того, что по стране могут быть введены санкции те или иные, и то, что это является на текущий момент зависимостью, и на тот момент это было зависимостью, что это является в принципе зависимостью и риском для страны, риском для бизнеса, это было понятно уже тогда, когда наступил 2014 год, Крым, и пошла вот эта вот первая раскачка. Соответственно, за 7 лет мы прошли просто большой путь, тогда мы это осознали, мы потратили время, потратили деньги на то, чтобы вложиться, инвестировать, создать команды, сформировать огромную рэнди-группу, в конце концов разработать свои собственные продукты, вывести их на рынок, за это время занять уже достаточную долю, ну и потом наступил 22-й год, в рамках которого сработало несколько потенциальных рисков, про которые мы говорили, мы говорили и про то, что разработка отечественных процессоров по большому счету должна вестись на открытой архитектуре, которая не принадлежит никому в мире и никем не может быть заблокирована, это наша речь была про архитектуру ARM, никто особо не верил про то, что ARM может быть заблокирован, но тем не менее мы получили то, что получили. Поэтому по сути мы ничего не придумывали, мы смотрели на лучший мировой опыт того, как это развивается в больших странах, мы смотрели безусловно на китайский опыт, по какому пути пошел Китай, регуляторы Китая, профильные институты, разработчики софта, мы смотрели на опыт мировых разработчиков продуктов с точки зрения того, на чем они стараются делать и проектировать свои новые чипы, все это пропускали через себя, осознали и сказали, что мы не хотим создавать что-то новое, придумывать что-то локальное конкретно для Российской Федерации, мы хотим присоединиться к большому мировому тренду. Ну, собственно, это и сделали. Александр, можно неудобно... А вам государство помогало или мешало за эти 7 лет? Вот если честно. Нет, нам не помогали, то есть мы выросли, мы были коммерческой компанией, мы остались коммерческой компанией, соответственно, нам с точки зрения какого-то там финансирования никто не помогал, у нас за все это время ноль рублей привлеченного прямого государственного финансирования, то есть мы идем на тех деньгах, которые привлекают бизнесы, на тех финансовых инструментах, которые мы можем привлечь в соответствии своими бизнес-показателями. Поэтому говорить о том, что с точки зрения финансовой нет, не помогали. С точки зрения того, как происходит диалог с регуляторами, с аппаратом, конечно же, за последнее время позиция государства очень сильно изменилась. То, какие сдвиги делают регуляторы на текущий момент с IT-отраслью страны, ну, это тектонические сдвиги, они делают реально огромный объем работы, они действительно стараются слышать и разработчиков аппаратного обеспечения, и разработчиков программного обеспечения. Они стараются прислушиваться к боли заказчиков, стараются пропускать это чисто, менять нормативно-правовые акты для того, чтобы заказчики могли более гибко работать и более гибко выбирать решения отечественных производителей. Поэтому говорить о том, что нам мешают, ну, как бы нет. Говорить о том, что нам помогают с точки зрения того, вот какая сейчас идет информационная поддержка и поддержка с точки зрения нормотворчества, безусловно, как бы это нам тоже помогает работать. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас упомянули открытую архитектуру для процессоров. Как вы думаете, надо ли аттестовывать Linux открытую архитектуру для программного обеспечения? Ответ, конечно, надо. Вот, и на этот счет, конечно, есть соответствующие заключения в стеке, да? А скажите, пожалуйста, есть хоть какое-нибудь заключение, хоть на одну процессорную, процессорный IP-модуль? Я вам доложу, что нет. И более того, скорее всего, не будет. Потому что IP-модули, из которых вы будете делать, которые находятся в открытом распространении, крайне сложны. Они куда как сложнее, чем программное обеспечение. Потому что САПРовские вот эти модули, их потом еще, к тому же, при подготовке к производству сильно, так сказать, курочат и так далее, обрабатывают. Но, тем не менее, даже исходные. Таким образом, вы будете ставить фактически не сертифицированный Linux, только это будут IP-модули, да, в процессор. И ваш процессор будет нести все те закладки, все те неисправности, все те недоработки, которые будут в открытом этом. Вы надеетесь на общее гражданское тестирование. Ну, понимаете, дело в том, что закладки делаются таким образом, чтобы они, конечно, общими гражданами никак не инициализировались. То есть, они инициализировались только по специальным, так сказать, направленным воздействиям. Я даже не хочу сказать паролям. Таким образом, вы просто берете и вот эти модули в открытой архитектуре процессоров собираете из него процессор, который мало чем отличается от Intel. А я скажу, что в области безопасности вообще ничем не отличаются. И единственное, что может быть тут, это только собственная разработка. Вот собственная разработка действительно может быть обеспечена. Причем даже может обеспечить зарубежное производство, поскольку если вы имеете ландшафт послойный у себя, свой собственный, то вы потом всегда его можете сравнить, ну, правда, до определенных пределов, конечно, до определенных пределов нанометров с ландшафтом, тот, тем, который вы получили от производителя. А в вашем случае сравнивать-то бесполезно. Какая разница? Вы его взяли, этот ландшафт из открытой архитектуры, там уже все лежит, все, что надо для противника, и вы его просто оттиражировали. Какой смысл? Хорошо, что вы упомянули этот вопрос. Тогда я небольшой экскурс для вас сделаю, что мы не собираем сборки из открытых IP-модулей, которые доступны в мире. Мы разрабатываем IP. С 2018 года одной из компаний, групп компаний Евро является компания Синтакор, которая в 2015 году вместе с несколькими компаниями международными, организовала консорциум Risk-Live Foundation и являлась его соучредителем. То есть это тот редкий случай, когда в части разработки IP-модулей российская компания еще давно, 7 лет назад, стала соучредителем большого мирового консорциума Risk-Live Foundation и на текущий момент один из топ-менеджеров компании входит в член, ну, является членом правления. Соответственно, разработка IP-модуля ведется у нас, это бизнес международный, это московский офис, это питерский офис, заказчики Израиля, Китай, Россия, в том числе наши еще друзья в кавычках тоже покупают IP-модули. Поэтому здесь речь идет не про то, что мы взяли конструктор из открытого консорциума, на базе этого конструктора, не понимая, как он внутри сделан, собрали какую-то сборку, собрали уже по факту процессор и выпустили его в рынок. Мы именно разрабатываем IP. Компания Syntacore это компания с мировым имением, если вы посмотрите на, например, последние презентации компании Alibaba, которая говорила о том, что я себе делаю процессор на архитектуре RISC-V, то двумя основными мировыми конкурентами были показаны два чипа. Один чип компании C5, которую в прошлом году Intel пробовал купить за 2 миллиарда долларов, но получил отказ. Второй чип был чипом Syntacore 7. Это тот чип, который мы имели уже на тот момент времени в интеллектуальной собственности. Мы сейчас делаем новый чип, про то, что мы его делаем, государство в курсе, регуляторы в курсе, более того, мы этот чип делаем в открытом диалоге с заказчиками, в прошлом году была такая инициатива, сквозные проекты, в рамках которых с заказчиками были проработаны пятилетние карты на предмет того, как же и какими шагами и за какие бюджеты переходить с Intel потихонечку на процессоры отечественной разработки. Поэтому спасибо за вопрос. Не IP у нас свое, а IP-блоги свои. Понятно, отлично. Таким образом, значит, вы имеете уникальную возможность произвести, провести аттестацию вот этого самого процессора своего по информационной безопасности. то есть по стыку, по отсутствию НДВ. Я правильно понял? Ну, не мы имеем такую возможность. Нет, вы как заказчик, вы как заказчик, как производитель. Наверное, нас можно проверить, если у кого-то будет такая потребность, и кто-то готов потратить на это время и деньги, он сможет нас проверить на НДВ и так далее, и так далее, и мы все, что надо, со своей стороны покажем и расскажем. Но это не является сутью бизнеса компании, проводить проверки на НДВ, это немножко как бы всегда в другом поле находится на территории Северной Федерации. Нет, понимаете, это своего рода селок. Возьмется кто-нибудь аттестовывать или нет? Нет, Александр, тут на самом деле получается очень интересно как раз, почему мы позвали Александра на дискуссию, что безопасно на всех слоях. Я как раз то, что очень рад, что есть производители, которые готовы в дальнейшем уже участвовать в всех мероприятиях по безопасности. Не надо, что каждый должен заниматься своим. Вот на самом деле, вот я слушаю Александр, мне приятно, что у нас по факту есть коммерчески успешный продукт по импортозамещению и даже там, скажем, без определенного внешнего воздействия и все остальное. А дальше уже вступают дальнейшие игроки. Дальше уже, я понимаю, Роман уже там на этой платформе может реализовывать какие-то свои продукты. Там Павел с Алексеем при необходимости. Фактически это уже готовые. Нет, коллега, подождите секундочку. Вот, кстати, это я все прекрасно понимаю. Но очень важный момент это аттестованный, принятый к снабжению, понятно, о чем я говорю, да? Когда говорят принятый к снабжению, значит, чип, на который сейчас большие спросы. Кстати, по какому он сделан, так сказать, нанометровому диапазону? Не можете сказать? Могу, почему? Могу, потому что открытая информация в карточках проекта она заявлялась, чип, который проектируется, он проектировался на 12 нанометров, в скобках 6. И на том, и на том готово. Ну, значит, так, первое, проверить, что сделали, вы не можете. Потому что проверить, что сделали, можно только на 65 нанометров. Дальше не хватает, дальше просто нет возможности. Дальше просто количество транзисторов становится таким большим, и сложность обработки настолько большая, что это, значит, практически невозможно. То есть, это физически невозможно. Поэтому, значит, то, что вы производите, вот то, что вы производите, вы не знаете, что вы получаете. Я извиняюсь. Еще разочек. Вы разработали идеальную схему. Идеально, прекрасную совершенно. И даже вы сделали, и знаете, послойный ландшафт. Топологию послойную. Замечательно. Вы отдали в производство, вы получили оттуда чип, этот самый, кремний. Но вы не можете проверить, совпадает ли послойный, кремниевый, вот этот, топология послойная с тем, что у вас есть на компьютере. Потому что он слишком мелкий, его слишком много. Ну, вот вопрос. А что же, какая же тут тогда доверенность? Еще раз. Вернусь к сути бизнеса компании. Бизнесом компании является разработка и создание продуктов, применимых в интерпрайз-сегменте от содов заказчиков. За доверенность должны работать и заниматься этими вопросами совершенно другие люди. Как проверить, что мы сделали правильный продукт? Очень просто. У каждого продукта есть ТТХ. Ну, там, технические характеристики. Если он работает на нормальной частоте, если он не греется, как бы, выше определенной температуры или температура с него сдувается и он нормально себя чувствует, показывает нормальную герцовость, производитель с перформансом стабилен, не падает, значит, мы сделали нормальный продукт. С точки зрения доверенности есть соответствующие специализированные компании, люди, техника, подходы, экспертиза. Они, наверное, этим и займутся. Мы продолжим разрабатывать продукты. А кто-нибудь этим сейчас уже занят? Ну, к нам таких вопросов не было. То есть, с таким запросом к нам еще никто не приходил. Я думаю, Александр бы не рассказал. Паш, подняли интересный вопрос. Ребят, может кто-нибудь знает, действительно, расскажите. Может кто-нибудь знает, я не знаю. Александр, здесь немножко в другую сторону. Вот здесь мы все-таки с Александром ближе к коммерческой части двигаемся. И правила коммерческой части всегда говорят о том, что надо двигаться от заказчика. Соответственно, если у заказчика есть требования, и то, что вы сегодня обозначили, допустим, некая спецприемка или специальное исследование, то при разработке техники специального назначения чаще всего применяется оборудование для локальной среды. То есть, оно не имеет выхода... Забудьте об этом. Нет сейчас таких систем. Даже тех системы, которые предназначены для управления технологическими процессами и имеют выход в том или ином виде. Яркий тому пример система управления центрифугами в Иране, которая была замкнута, не имела выхода в интернет и все равно легла по одной простой причине. Нашел все-таки один человечек, которого купили и который два раза сунул флешку в систему. Ему не надо было быть ни компьютерщиком, ни кем. Он просто ее туда сунул, вынул, сунул, вынул и уехал. А через два часа после того, как он уехал, все, так сказать, накрылось. Это уже человеческий факт. Давайте двигаться в том же ключе. Смотрите, там группа компаний Александра разрабатывает кремниевые процессоры на рисковой архитектуре. Все классно. Где гарантия, что при производстве... Вот вы сами сказали о том, что производство может процессорная архитектура производиться где-то на внешних источниках, где гарантия, что закладка не будет во внешней среде произведена. Правильно. Коллеги, но это, опять же, это вопрос заказчика и регулятора. Это не вопрос к коммерсантам. Скажем так, мы с коллегами разрабатываем некий продукт, который выполняет свои особенности в соответствии с техническими требованиями, заданными нам заказчиками в том или ином виде. Задача регуляторов и задача наших коллег с точки зрения информационной безопасности обеспечить защиту и надежность работы этого продукта. Мы продукты произведем, у нас все будет хорошо. Защитите, это как бы ближе к вашей тренировке. Нет, так не бывает. Вот тут стоп. Дмитрий Александрович, разрешите немножко повернуть в сторону, дискуссию интересно, я хочу немножко в другую сторону попробовать повернуть. У меня, наверное, к Дмитрию вопрос. Дмитрий, а вы готовы платить за развитие отечественного рынка? Я поясню сейчас очень простой на самом деле. Действительно, вот эти уважаемые люди, вам нужны деньги, чтобы развивать. Эти деньги могут дать либо государство, либо коммерческие заказчики. Вот вы готовы переплачивать, как компания коммерческая, разработчикам ПО и оборудования за получение необходимого функционала, за то, чтобы они дальше росли? А по большому счету это сейчас и происходит. То есть, если мы посмотрим, что произошло с конца февраля, мы сейчас реально переплачиваем за то, чтобы как можно быстрее происходило развитие того, что есть. Но потому что, давайте откровенно, здесь есть представители, наверное, большинства производителей железа, я имею в виду межсетевых экранов и так далее, насколько изменилась цена, насколько изменился и срок поставки. И если на это посмотреть, то мы понимаем, что мы сейчас реально переплачиваем. Но мы понимаем, за что мы переплачиваем. Мы как минимум переплачиваем за то, что у нас более-менее все спокойно. То есть, знаете, такое внутреннее успокоение. А у тебя провокационный вопрос. Предположим, сейчас там, хорошо, запад не берем, сейчас придет Китай с их разработками, со всем остальным. И вот у вас будет дилемма импортная, но дороже, китайская, но дешевле. То есть, мы не рассматриваем отечественное? Нет, вот есть два варианта, какого-нибудь там оборудования, по-моему, не важно. Вот есть китайская, уже опробированная, подешевле, есть отечественная, родная, но подороже. Однозначно отечественная. Могу объяснить, почему. Да. был опыт работы, когда нам забесплатно Huawei поставил достаточно большое количество техники, мы заплатили только за растаможку. То есть, сумма поставки техники была порядка 50 миллионов долларов. Мы заплатили только за растаможку, мы потом не знали, куда это железо девать. Что не знали? Не знали, куда это железо девать, потому что оно начало вести себя не совсем корректным образом. А вот тебе еще один ответ на этот вопрос. Берешь чип блютузный, так? Он есть китайского производства, а есть, так сказать, например, ну там, американский. На американском, на английском языке есть всякая документация, по которой можно быстренько из него сделать тот или иной передатчик в блютузе или в вай-фай. А ты берешь китайский, он по характеристикам даже лучше, шибче, только все на китайском. Вся документация на китайском. Ты ничего с ним сделать не сможешь. Вот разработчик сидит, смотрит в это дело, а перевода-то нет. И вот тебе, и, кстати, вот этим грешат китайские производители, у них очень много. К процессорам нет настоящей, так сказать, конструкторской документации, которая бы позволяла из них потом чего-то делать. Так что это на самом деле проблема. Александр Малыч, вы знаете, у меня такое ощущение, что мы сейчас говорим о частных случаях. Если китайц четко будет понимать, что он поставляет в промышленных масштабах в Россию и захочет получить этот рынок, не маленький рынок, мы с вами согласны, то он как минимум документацию сделает на русском языке. Боюсь, ребята, что это иллюзия. Значит, сколько рынок мы составляем. Извините, закончу. Вы знаете, был опыт работы в нефтянке за границей, зашел в подразделение к переводчикам и первый раз в жизни увидел такую вещь, удивился. Нефтяная вышка в разрезе и там все вот это вот, каждая запчасть, которая там есть, она обозначена. Я до сих пор помню, что наверху там, у меня с английским очень плохо, там название вот этой вот верхней части и в скобках написано, как по-русски называется, еще потом в кавычках написано гнездо утки. То есть вот понимаете, и это поставлено было тем, кто это все делал. То есть если ты заинтересован в рынке, ты очень скоро начнешь это производить. То есть, наверное, это иллюзия, да, наверное, мы до этого, может быть, не доживем, но это закон рынка, он так должен происходить. Ну, пока что, если взять такого производителя китайского, который вышел на международный рынок и вообще говоря, так сказать, как Хауэй, то вы знаете, что он выкинул, он просто отсюда ушел. Ну, он не он смотрит. Вот, вот, понимаете? А казалось бы, китайская почти государственная компания. Помнится, годика два назад, даже три, я читал лекцию в Хауэй, они спрашивали, как устроена там сертификация, то да сё, тра-та-та-та, вот, где-то часа три я читал лекцию. Всё, кто-то ориентировался как бы на то, чтобы у нас там отсертифицировать их изделие. Потом я им начал объяснять, что нужны исходные тексты, что, значит, вот там, что без исходных текстов это всё очень сложно, дорого и бесконечно долго. Это, кстати, относится в том числе и к чипам. Значит, а потом выяснилось, что глава информационной безопасности компании Хауэй, по крайней мере, на тот момент, был, значит, первый заместитель начальника правительственной связи Великобритании. Ну вот, поэтому, так сказать, ничего удивительного, что мы сейчас, так сказать, вот не видим Хауэй здесь, и мы для них составляем какой-то процент от всеобщего рынка, и ради этого они не будут корячиться, извиняюсь за выражение. Понимаете? В текущей ситуации у меня, извините, что-то мне подсказывает, что этот процент резко возрастёт в ближайшее время, если уже не возрос. А, ну то есть... Не, ну как бы всё течёт, всё изменяется. Если, извините, раньше вы покупали китайский автомобиль и говорили, что, типа, ну, я возьму... Да пластмасса не так, релит. А сейчас, извините, как бы, поскольку рынок слегка сжался, есть возможность только брать это, у него уже инструкция на русском языке и локации и всё остальное. То есть, как бы, знаете, как это... Обулись и начали заниматься тем, чем надо заниматься. Если рынок интересен, он будет это делать. Опять же, то есть спрос рождает предложение. Здесь вопрос рисков. Поймите правильно, я здесь согласен с Александром, потому что мы с точки зрения товарооборота, а Китай в первую очередь это мировой экспортер, импортер сырьевых ресурсов разного вида активов с точки зрения сырья, но основная его экономическая модель именно экспорт, а риски, которые накладывает на него Китай, ну, в смысле США, с точки зрения там санкционной политики, они приводят её к тому, что Китай может схлопнуться и все товары, которые были произведены на его территории, в общем-то, там и останутся. Поэтому чисто экономически здесь не надо придумывать каких-то там сложных схем подчинённости, каких-то загровов и прочего. Чисто экономика. Вот если смотреть с точки зрения коммерческого рынка, то количество рисков, которые Китай на себя берёт, работая, ну, типа, в нашей стране, оно значительно превышает количество потенциальной прибыли, которую он может здесь заработать. И вот это была первопричина. То есть если мы не будем вдаваться в какие-то глубинные подробности, чисто возьмём экономику глобальную, то всё устроено примерно так. Но... Резюмирую, Восток нам тоже не поможет, Запад нам не поможет, и Восток тоже. Мы будем честны. сами вымрос грибы, да. Ну, ничего устроить утопические планки. Надо своё делать. Вот я про Сентакор услышал, но это блестяще. А можно сделать Сентакор на 65 нанометров? Вопрос. Вопрос, кто оборудование будет производить. Можно сделать всё, что угодно. Сначала надо импортировать. Сделано в том, что... Вопрос, запрос, запрос. 65... Нет, подождите, я поясню. 65 нет устаревшей технологии. Она уже... Там все лицензии уже кончились. Понимаете? Поэтому... Ведь сейчас же как? Санкции ужесточены, и в том числе для Китая, в очень большой степени. Даже если одна американская лицензия используется при производстве техники для России, в частности, в электронике, то эта техника не... То есть то произведённая продукция не подлежит экспорту в Россию. Представляете? До сих пор было 40% границ, а сейчас одна, единица. А на 65% просто уже кончились все они. Вот это устаревшая технология. А что такое 65 нанометров? Это, между прочим, пентиум 4. А на пентиуме 4 чего только не было. Вот нам говорят сейчас там 16 нанометров, 6 нанометров. Ну да, для телефончика для телефончика это крайне важно, я согласен. Но для автомобилей нет. 130 нанометров хватает за глаза и за уши. Именно поэтому Фролов на экстремите именно 130 делает, потому что стиральные машины, пылесосы, посудомойки и прочие, извиняюсь, автомобили... И спутники. Вопрос... Кстати, о спутниках тоже, потому что там совсем вот эти 16 нанометров вообще не держат. Они не держат совершенно. Григорий Александрович, тоже спорный вопрос, потому что эта штука потребляет тепло, ну соответственно электричество в огромных объемах, и если мы говорим про специальную технику там для ведения боевых действий, то эти штуки очень сильно клеются. И здесь тоже есть нюансы. Ну от тепла еще никто не помирал, от холода действительно. А зимой так вообще хорошо. В ПТРе может быть не так весело летом. Коллеги, время дискуссии, мы продолжаем подходит к концу. Хотел бы задать последний вопрос тем спикерам, кроме Дмитрия, чтобы, так скажем, может быть, немножко показать их истинную сущность. Коллеги, расскажите, а вот насколько у вас ваша инфраструктура, вот именно ваши рабочие места в офисах, ваши сервера, ваш доступ и импорт замещена. Вот, Роман, мне очень интересно, у вас VPN континент АП или нет? Континент АП. Это стандартная компания? У нас стандарт, да. А вот общий процент? Общий процент, ну, смотрите, если мы говорим про средства защиты информации, то мы главные пентестеры своих же продуктов, да, то бишь у нас все наши продукты, то бишь удаленное подключение континента АП на рабочих местах стоит секретная студия, где-то там у админов Соболя, да. На периметре ВАВ, да, на периметре четвертый континент UTM, то бишь, как бы часть среды виртуализации защищается вигейтом. А вот если мы говорим именно про серверную компоненту, где все эти вычислительные мощности идут, либо наши рабочие места, те же самые ноутбуки, 90% это запад. Ну, то бишь, как бы мы пока не перешли на отечественные операционные системы, мы не закупаем отечественные армы, там, Aquarius, DPO, Craftway и так далее, и так далее, то бишь, то вот, как его, та наша инфраструктура, которая представляет для нас наши активы, 90%, если не больше, это западные, пока, пока. Но это вызвано очень большим спросом именно на серьезные вычислительные мощности. То есть, тестировка продукта, разработка, да, требуются высокопроизводительные серверы, да, Икси и те же самые, да, но их нельзя заменить, да, это вот если в части касаемо тестирования, там, пропускной способности, там, тех же самых, там, межсетевых экранов либо VPN, потому что в части касаемо разработки очень мало есть средств отечественных, которые нам бы удовлетворяли по своей производительности, да, и по отдельному прикладному софту, который мы бы используем, да, и, наверное, еще будем пока использовать для того, чтобы развивать тот или иной продукт. Спасибо. Павел. Ну, я как опытный, осторожный безопасник воспринимаю этот вопрос как провокацию, потому что Роман сейчас рассказал, да, про всю инфраструктуру кода безопасности, я все-таки… Ты тоже можешь о ней рассказать. Не буду этого делать, скажу лишь, что, ну, удаленный доступ, это да, наш крипто проингейт, тут скрывать нам нечего, разве только похвалиться. Да, все остальное оставлю, наверное, втайне, скажу лишь, что за последние несколько месяцев количество отечественных средств защиты, оно увеличилось. А в процентах, давай так без, втайне в процентах, давай спросим каждого, сколько процентов им замещать, туп так, знаешь, как вот, ну, проявим тупизм определенный, да, сколько процентов? Зашифровано сообщение. Какая-то трехзначная цифра прозвучала. Александр? Ну, у нас ситуация попроще. Мы свой первый сервер на x86 процессоре Intel сделали и вывели в рынок в четвертом квартале 2020 года, то есть буквально недавно. И в 2021 году у нас произошло очень приятное и достаточно эмоциональное событие, когда вся наша основная ERP-система переехала на наши же сервера, на сервера Wegman, с учетом того, что это сервера были на последний в тот момент в поколении в тот момент поколении процессоров Intel. Система показала существенный прирост в производительности, что очень сильно понравилось и людям, которые разрабатывают эту ERP, и финансистам. Поэтому в этой части как бы ситуация абсолютно нормальная. мы сапожник с сапогами. Если говорить про армы, клиентские рабочие места, ПКшки и ноутбуки, то там мы только начинаем свой путь в этом направлении. В этой части мы укомплектованы техникой двух вендоров. Один самый красивый эргономичный по дизайну, второй самый надежный в эксплуатации. Чуть попозже мы доведем до рынка те продукты, которые разрабатываем в этом сегменте и думаю, что тогда уже компания начнет плановый переход в том числе и на клиентских системах на продукты собственной разработки. Спасибо. Дмитрий. А процент? Процент чего? Мы договорились. Штурман приборы 200, что 200, а что приборы? Это вот из этой ситуации. Не хотите. Вот понятно, понятно, да. Не удается провокация. Дмитрий. Коллеги, ну здесь тоже довольно просто. Я могу рассказать о неком цикле моей работы, что в общем-то даст вам некое понимание о том, насколько мы импортозамещаемся и насколько используемся. Если мы говорим про комплексы, которые мы поставляем в заказчиков, то один из наших крупных кейсов содержит 16 российских вендоров, которые позволяют нашим ЗАГСам ввести информацию о текущем состоянии, о всех данных и о том, женаты вы, разведены и в каком статусе вы находите в гражданском обществе. Если мы говорим конкретно мою работу, то в частности введение документа оборота я веду в российской программе с точки зрения электронного документа оборота, с точки зрения видеокоммуникаций. Безусловно, у нас есть несколько источников, но корпоративный стандарт у нас вендор российского производства. Поэтому значительную часть своей работы я выполняю в российских программных решениях. Я думаю, что это показательный ответ. 90? Знаете, как, товарищ генерал, у нас не принято раскрывать конфиденциальную информацию. Почему конфиденциальную? Не конфиденциальную, это почти рекламная. Если мы работаем в коммерческом сегменте, тогда не очень хорошо раскрывать информацию о каких внутренних системах и какие способы связи и коммуникации у вас приняты. А вы в ЗАГСах-то что делали? Соды, два стоят в формате метрокластера, там стоят скалы, и всеми известный вендор скала-R под капотом использует нашу программную обвязку для VDI и для гиперконвергентной инфраструктуры. Но это лишь один из кейсов, как вы понимаете, кейсов достаточно много, и вот здесь как раз можно свободно рассказывать о том, какие мы классные, потому что наши продукты, наша система реально работают и реально выдерживают там большие нагрузки высокопроизводительные. Николай, нам с тобой придется оценивать сколько процентов. Вот они все увиливают, уворачиваются. А мы им сами потом напишем, пусть соглашаются. Нет, мы с тобой каждый скажут цифру, а потом мы из нее среднюю сделаем. Алексей? Ну, не буду начинать с процента, приведу небольшой пример импортозамещения, как это было у нас в лаборатории Касперского чуть более двух лет назад, когда ушел СИЭМ-спланк с российского рынка. И наши службы безопасности, анализируя и изучая те решения, которые могли бы прийти на смену, в значительной степени повлияло на принятие решения о том, что мы разработали собственную СИЭМ-систему, на которой благополучно и работаем сегодня. Вот, это один пример, ну, и не выдам большого секрета, если скажу, что наиболее популярным, наверное, программным обеспечением сейчас среди доступного корпоративного ПО в лаборатории Касперского, это мой офис, который стоит практически сейчас на каждой рабочей станции, и часто видишь у коллег, что они, да, пробуют что-то там делать, и, в общем-то, большой ругань не слышно по окрестностям. Поэтому такая небольшая минутка рекламы получилась, но это действительно то, что устанавливается на рабочей станции и то, что используется. Вот, но при этом Microsoft Office также в компании есть, он пока функционирует без проблем, и, соответственно, также нами используется. Вот, ну, два таких примера. Ну, так 90, судя по всему. Ну, я процитирую Павла. Вот так забавно получается, посмотрите, безопасники, безопасники под 90%, ну, вот я так лично оцениваю, вот, что CryptoPro, что, значит, вот, два безопасника тут еще рядышком со мной, да, вот, 90, а прикладники у них гораздо низший уровень, и, в общем, это нормально, потому что безопасность, она вообще изначально же базировалась на отечественных решениях, хотя файволы, честно говоря, драли-то мы с американских, чего уж там говорить, вот, еще самые первые, но со временем сейчас все-таки продвинулись и в других направлениях и решениях, а вот, тогда вот что, у меня получается так, 90, все, да, высказались? Николай. Ну, Дмитрий Гацли так живет, уже имеем под замещение, решил больше не травмировать его вопросами. Ну ладно, а я так оцениваю, значит, 3 по 90, 3 по, где-то процентов по 40, вот, берем, значит, тупо так складываем одно с другим, значит, 40 плюс 90, это 130, делим пополам, 75 процентов всего получается, да? Что-то много очень. Александр, не на самом деле, не пойдет, не пойдет. 90, 60, 90. Объемы разные, да? Все по 90, каждому. Каждому, да? Меня больше всего в ответах порадовало, то, что у Гацлиги не боятся использовать собственные продукты, вот это, по-моему, самое главное, я заставляю желание, слушать немножко другого, иногда честно, сейчас когда задал этот вопрос. Здесь даже другой момент, у нас там с коллегами из Касперского, наши агенты интегрированы в их микросервисную операционную систему, то есть мы не только используем свои продукты при построении инфраструктуры отечественной, как и основной свои, но мы держим межвендорные связки для того, чтобы создавать ту самую экосистему прикладного по... В начале дискуссии начали говорить о том, что Microsoft из года в год, десятилетиями создавал ту самую экосистему, сейчас мы, как производители программного обеспечения, как производители аппаратного программного обеспечения, формируем некие программно-аппаратные комплексы, которые будут выполнять свои функциональные задачи и даем возможность прикладному МПО работать вместе, в частности, вось мы в Касперского вшили своих агентов и на нашу виртуальную среду можно поставить любую отечественную ось, я бы прям список выкатил, перечень осей российских, которые ставятся на наши виртуальные машины, это тривиально, но де-факто это работает. Ну вот я сообразил медленно, извиняюсь, действительно, поскольку объем прикладного ПО и вообще говоря общесистемного он гораздо выше, чем объем защитного, да, ну и общее оборудование и защита, если так вообще говорить, то есть объем приклада, ну и мы же помним, что на безопасность обычно там мы декларируем давайте там 20% от бюджета, да, тогда что получается, тогда получается 90 нужно умножить на 0,2, это будет 18 всего лишь, 18, а там 40, 18 плюс 40, да еще пополам, где-то процентов 30 получается импортозамещение, вот что получается. Я думаю, надо интересоваться у того, кто проводит оценку, здесь очень важно правильно проводить оценку, потому что регулятор может определить сам, как считать, с нуля или с единицы. Хорошо, ладно, более-менее понятно. Коллеги, я хочу сказать всем большое спасибо, на самом деле, несмотря на бесконечное множество прошедшего до этого, я думаю, мы еще будем встречаться не один год по этому вопросу, скажем, это будет там очень непросто и будет очень больно, на самом деле, это будет там через деградация некоторых сервисов, деградация продуктов, но именно дойти, скажем, определенной технологической независимости, причем там определенного полного технического цикла, в моем понимании, возможно. Это потребует неимоверных усилий как рынка, так производства, так и государства, но это уже, как скажем, проблема, их надо решать. Большое спасибо, коллеги. Спасибо всем за внимание. Очень приятно с вами пообщаться. Да.